Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня будем разговаривать о выборе сортов томатов именно для теплицы. Потому что тут тоже могут у новичков возникнуть сложности. Сейчас я скажу, какие неприятности нас могут подстерегать. Я вот в прошлом году уже выставляла эту статью, вот этот рассказ про интересный мой опыт в первые годы, как я купила свою первую теплицу. Для тех, кто не читала, я сейчас перескажу вкратце и расскажу, как выбираю я сорта. Потому что сейчас у меня проблем нет, я все это узнала, разложила по полочкам, хочу с вами поделиться. И вот когда одна девушка, которая недавно купила теплицу, вот только начинала, у меня спросила, ну по соседству живет, какие сорта лучше выращивать в теплице. Ну я хотела сказать, что ну любые, там можно все вырастить. Но потом я вот так задумалась на минуту и вспомнила свой первый опыт. Улыбнулась и сказала ей, давай расскажу тебе, как я начинала свой выбор сортов, а потом ты решишь сама, как поступить. Потому что первый раз я купила, когда поликарбонатовую теплицу, более 10 лет назад, 12, может быть даже 15, они были в нашем огороде еще в городе новинкой, потому что у нас город очень удален от всяких центральных больших городов. Пришли теплицы до нас намного позже, чем другие. И вот я обрадовалась тому, что у меня теперь все будет хорошо. Высадила туда рассаду самых-самых своих любимых крупных. Вот у меня там был король гигантов, который, сейчас скажу, метр семьдесят, это он в открытом грунте. Потом малиновый богатырь, который метр шестьдесят в открытом грунте. Вот двухметровый указано, потом розовый гигант, метр восемьдесят, и медовый король, тоже около двух метров. Все крупноплодные и все высокорослые. Все, счастью не было, предела насадила, а еще перцевидный гигант у меня был, тоже очень огромный. Они в открытом грунте вырастают до двух метров, но все знают, опытные огородники, что в теплице все эти наши томаты, они вырастают еще больше. У них высота увеличивается. И, конечно, это была моя ошибка, что самый первый год я сразу вот их насадила, но и ладом не знала, как они себя поведут там. Но все прекрасно знают, что у меня произошло дальше. Рассада начала у меня стремительно расти, а я, как, ну, чтобы улучшить весь этот урожай, все подсыпала перегноя, удобряла, была на седьмом небе от счастья. Еще бы, я ни разу в жизни не видела таких толстых, высоких помидор. Вот оно, счастье. Они все как на глазах прям увеличивались. Огорчало лишь одно, пасынки росли как бешеные. Вот буквально из каждой щели выползали. Я их общипывала, они снова появлялись, потому что я поливала, удобряла все это. У меня они и жировали, как я сейчас поняла, что и жирование началось. И вот в одно прекрасное время я как-то упустила время, и некоторые пасынки, ну как, превратились вот прям в полноценные стебли, которые стали почти наравне с основным стволом. Многие знают, что если вот как, когда формируешь в 2 или в 3 стебля, если оставить пасынок, он будет такой же, через 2 недели ты его не отличишь от основного стебля. Мне, конечно, стало жалко обрезать такие красивые, цветущие побеги, толстые, я их оставила. Это вот была моя вторая ошибка после выбора сортов, что сразу все. И вот эти пасынки, каждый такой пасынок стал моментально обрастать новыми пасынками, представляете? Если один корень дал 6 пасынков, те 6 пасынков дали еще по 6-10 пасынков, им стало тесно, солнца на всех не хватало, и у них началась борьба на выживание. Кусты стали расти еще быстрее, каждый старался обогнать другой, они вытягивались, упирались в потолок теплицы, естественно, там обгорали, начали закручиваться, деформироваться. Так как я подвязывать все не успевала, падали в проход. Вот. Сначала создалась такая арка, как вот свадебная, бывает вот такая арка полусферы, и все, они там встретились, все сгорели, упали. Я протискивалась по проходу по этому, вот честное слово, чувствовала себя как Алиса в Стране Чудес. Я вдруг стала намного меньше своих томатов, я задирала голову, посмотреть, за что бы там еще прицепить, вот прицепляла за эти зоопрофили металлические, за все. Мои двухметровые колышки, они давно уже переросли, я уже понимала, что что-то пошло не так. Но что именно, я еще не могла понять, потому что опыта, как было маловато, вот по выращиванию в теплице. Потом я еще долго мучительно привязывала веревки к потолку, поднимала упавших вот этих великанов, пыталась закрепить. Но представьте, что все это нужно делать в самый разгар лета, при 40 градусной жаре, в теплице 60 с лишним. Ужас. Вспоминать, конечно, это все неприятно, но в тот год победу одержали помидоры, плодов почти не было, но был красивый помидорный лес. Джунгли. С тех пор в теплицу сорта я подбираю с осторожностью. Я вот высаживаю в половину, в одну половину, те самые, которые я назвала, и медовый король, и король гигантов. Высаживать можно любые. Высаживать можно любые. Ну, конечно, если я дальше все расскажу, теперь что я делаю. А во вторую половину теплицы я высаживаю детерминатные сорта. Вот Настенька, Алтайский, Сюрприз, Жаростойкий, Демидов. Вы видели летом, кто смотрел, как они у меня. У меня одна половина короткие, а другая длинные. С южной стороны размещаю вот, которые пониже низкорослые, а с северной высокие. Друг другу они не мешают, но ухода меньше. Теперь я высаживаю любые, даже те, которые садила в первый год, но обрезаю их безжалостно. Как только рост приближается к окончанию колышка, сразу обстригаю верхушку. Никогда в теплице не позволяю вырастать третьему стволу у томатов. Даже второй иногда убираю у сильнорослых. Без сожаления, всё, я помню этот горький опыт. Теперь у меня в теплице всё в порядке. И вот подводя итог, я хочу посоветовать начинающим, садоводам и огородникам. Если вы не располагаете огромной массой свободного времени, для того, чтобы вот эти индотерминатные высокорослые томаты все обрабатывать. Если вы работающий человек, высаживайте в теплицу половину детерминатных, которые сами верхушкуются. У вас отпадёт необходимость следить за ними и пасынковать. Можно выбрать такие сорта, которые не пасынковать. А половину индотерминатных. Так у вас будет конвейер томатов. Первые поспеют низкорослые, потом высокорослые, всё. И лучше не размещать те сорта, на которых на упаковках написано высота 2 метра. Потому что в теплице она будет 2 и больше, и до 3. Вот дебарао, золотая рыбка, я уже давно выращиваю их на улице. Это прекрасные сорта, но в теплице нужно за ними следить. Если нет времени, лучше откажитесь. И если вы решите посадить высокорослые, вот такие, как я называла, будьте готовы, что они у вас будут отнимать очень много времени. Нужно будет удалять чаще пасынки, чем на улице. Следить за ними, чтобы они не заслоняли друг другу солнце. Обрезайте все верхушки, не жалейте ни цветов, ни завязей. Они вас потом не пожалеют. Они так разрастутся, что даже не запустят вас в теплицу. Это проверено на себе. Надеюсь, что мой горький опыт сможет предотвратить чьи-то ошибки. Учитесь на моих. И вот я выставлю сейчас на обложку этого видео то, как у меня размещены томаты. С одной стороны детерминатная загущенная посадка, а с другой стороны инденты высокорослые с редкой посадкой. Все они прекрасно соседствуют, уживаются. Высаживать можно все сорта. Просто вы должны быть готовы, что если у вас будут все высокорослые, вы будете там много времени пропадать в теплице. Нет времени, садите детерминаты. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. И это вот мои советы, мои рекомендации, основанные на личном опыте, как нужно подбирать в теплицу сорта томатов. До свидания.